Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Lexus IS 250, 2007 года выпуска, двигатель 2.5, бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 162 тысячи километров, побежал передний сальник коленвала, побежал ручьем, также подтекает датчик давления масла, все находится рядом. Открываю капот, поднимаю автомобиль, снимаю защиту, сверху сниму пластик, чтобы снять приводной ремень. Поднял автомобиль, снял защиту, вот такое здесь все некрасивое, все в масле, вот этот подтек видно, это с датчика оттечет, даже отмытый, и также с этой стороны, под шкивом, хорошо видно, отмыто все тоже, сальник бежит. Так вот, наверное, все ремнем раскидывает, шкив по ремню тянет, и все вокруг в масле. Сверху мне можно ничего не разбирать, приводной ремень я смогу и отсюда скинуть, но чтобы открутить шкив, мне нужно зафиксировать коленвал. Обычно я делаю это здесь, в коробку, в маховик упираясь, а здесь этого не сделать, поэтому снимать буду стартер, стартер по ходу движения с левой стороны. Двумя болтами крепится, сейчас откручу его, но перед этим сниму клемму с аккумулятора минус. Пока опускаю автомобиль, отключаю аккумулятор. Скидываю минусовую клемму. Во избежание разного рода неприятностей. А вот теперь поднимаю автомобиль. Откручиваю два болта крепления стартера, головка на 14. Защита мешала, заднюю часть тоже снял, открутил оба задних болта крепления стартера. Стартер хорошо видно отсюда, наверно. Сейчас я его сдвину. Нет, так не получается. Надо открутить провода, провод питания и провод возбуждения я снял. Откручиваю. 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 Вот и все, стартер я скинул, в сторону его отвел, вот отсюда спокойненько фиксирую маховик монтажкой и откручиваю шкив. Вот если посмотреть, отверткой я зафиксировал маховик. Вот и все, беру головку на 22, удлиненная головка шестигранная, придерживаю отвертку и откручиваю шкив. Все, шкив я ослабил. Скидываю ремень. Ремень, натяжитель, вот он ключик на 14 и возьму сверло. Так, нужна удлиненная головка на 14. Вставил штифт и могу скидывать ремень. Целиком я ремень скидывать не буду, в сторону его отвожу. По-хорошему, его надо менять, он маслянистый. Откручиваю болт. И снимаю шкив. Шкив сидит на шпонке. Демпфер все, демпфер разъел, его начал разбивать. Демпфер тоже надо менять. Куски резины полетели, масло разъело. Свет переставлю сейчас. Демпфер разъел. До свидания. Демпфер разъел. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и видно, под сальником все в подтеках Выдергиваю старый сальник Поддеваю его отвертой Отвертка не подходит здесь Клипсодером вытащил Протираю посадочное Беру новый сальник И вставляю его на место Сальник оригинальный 90-311-42-036 Завожу сальник на место Сальник я практически руками на место поставил Но чтобы выровнять я возьму оправочку 64 на 54 Побольше размером Чтобы кромочку Уперся И дальше не пошел Вот и все Вот и все Сальник сидит на месте Шпонка стоит с этой стороны на месте Беру шкив, ставлю назад По шпонке Чтобы шпонку не столкнул А по ней зашел Наживляю на место болт И затягиваю Только надо перехватиться Теперь Зафиксировать маховик С другой стороны Сразу надену на место ремень Оля. И UH Наглана Звук Оля, чтоб ягода Парагин Это великолепно Ставис Маховик Упийц Аль-пу-пу-пу-пу-пу-пу Солик Звук Парагин Оля Солик Ремень установлен. Ремень установлен. Ремень установлен. Ремень установлен. Ремень установлен. Шкив затянут. Ремень установлен. Меняю датчик. Ремень установлен. Снимаю разъем. Нажимаю на фиксатор и поднимаю вверх. Разъем весь маслянистый. Бывает такое, датчики бегут. Ключ на 24. Здесь на датчике немножко масла вытекло. И это хорошо. Которая грязь рядом была. Стекла сразу вниз. Беру новый датчик. Новый датчик. Оригинальный. Номер 85. Номер 83-530-620. Вот такой вот датчик. Закручиваю его на место. Как я и сказал, резьба на датчике конусная. Сильно затягивать не надо, чтобы не разорвать корпус. Ключ на 24, но усилие делаю небольшое. Дальше надо будет на мойку ехать и все это мыть. Защелкиваю разъем. И одеваю на место стартер. Стартер я на место установил. Единственное время и температура не щадит пластик. Провод возбуждения. Защелка отломилась. Он сидит вообще плотно, но она раскололась. Так что вот такие моменты. Стартер притянул, провода прикрутил. Теперь ставлю защиту, опускаю автомобиль и катаемся. Проверяем, смотрим. На отсутствие течи и хозяин, я ему скажу, что надо шкив менять и ремень менять. Уже будут думать. Надумают, будет видео по замене. На этом все. Замену сальника, коленвала и датчика давления масла я закончил. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok